И вот он говорит, что власть это стремление человека стать Богом и это заложено в человеке, это же заложено в человеке. Стремление к власти, то есть это стремление стать Богом. Но люди как-то странно его, как он говорит, реализуют. По-своему. Они хотят власти животной. То есть они не божественной власти, то есть они вот отсюда хотят свергнуть Бога и стать на его место. Почему? Почему бы ему сразу не принять свою божественность и не получить эту божественную власть сразу и не начать наводить порядок именем Господа, как он говорит. Но человек нет, он вот так вот не хочет, он хочет вот так, чтобы свергнуть Бога и залезть на его место. Вот он что хочет. Забывая о том, что он и так Бог от рождения, что ему не нужно никого свергать. Поэтому это не желание человеческое, а желание животное. Получить власть посредством животной составляющей. То есть по сути своей, животная составляющая говорит нам что? Кто сильнее, то ты прав. То есть это та сила, которая заложена в животной составляющей как бы человека. То есть кто сильнее, то ты прав. И тогда он берет оружие в руки и начинает свергать Бога. И наводить собственный порядок. Потому что цель любой власти это порядок. Но уже не божественный, а его животный порядок. То есть вот этот человек хочет мир людей превратить в мир леса, джунглей и так далее и тому подобное. И вот конфликт, вот этот конфликт, он как бы и неразрешенным по сей день остается. То есть все люди стремятся к власти. Все. Но власть их, власть их, она животная, она не божественная. Ничего божественного в них нет. Потому что Гюльгольф говорит действуй как Бог. То есть неужели кто-то может представить себе, что те кто имеют какую-то власть, имеют какую-то божественность. Это же смешно мне. Да. Понимаете? В этом вся суть того, что он говорит. То есть человеку нужно принять силу божественности. По сути принять постыны. Принять силу божественности. И действовать дальше как Бог. А он делает по-другому. Он реализует животные желания. А для того, чтобы их реализовывать, ему нужна власть. Чтоб все было ему. И соответственно он себя Богу противопоставляет. А потом желает свернуть Бога и занять его место. Принять силу божественности.